Аппарат МРТ расположили в здании детской поликлиники. Для этого специально выделили помещение, где удобно обустроились сама огромных размеров машина, а также рабочие места специалистов. Лаборант Татьяна Асланян раньше работала с аппаратом МРТ более низкого класса. Сейчас, считает, поднялась на профессиональном уровне на ступень выше. Моя работа заключается укладывать пациента, правильно выставить срезы, и чтобы исследование проведено было качественно, должна за этим тоже смотреть. И именно для доктора, который будет делать заключение. Понадобилось определенное время, чтобы данная система обследования заработала в полную силу. Сначала аппарат действовал в тестовом режиме, сотрудники проходили необходимое обучение. Когда стало понятно, что все готово к полноценной работе, начали принимать пациентов. Сейчас, пока на данный момент, пока идет загрузка аппарата по 3-4 человека, ну это, конечно, мало, наши объемы позволяют гораздо больше, потому что МРТ работает у нас с 8 до 8, в две смены. Четырехлетний Кирюша стал одним из первых пациентов отделения. Не испугавшись большой машины, с помощью лаборанта устроился на специальном столе и пока проходила процедура, спокойно лежал, понимая всю серьезность дела. Правда, и после обследования решил не выказывать эмоции. Стой, не убегай. Ну-ка, расскажи. Тебе понравилось? Ну, расскажи, как это было. Страшно, нет? С помощью МРТ можно проводить обследование спинного и головного мозга, суставов всех видов. Преимущества перед рентген-обследованием значительны. Здесь достаточно более объемное исследование. Смотрятся 3D-ткани. Соответственно, если мы берем внутренние органы, больше спектра в размерах. Да, то есть не исключена возможность пропускной способности. То есть там практически каждый средств составляет 2 мм. Но, соответственно, уровень выведения на аппарат, он более, скажем так, диагностически точный. Таких МРТ-аппаратов в области всего три. Но один из самых ценных моментов работы Видновского консультативно-диагностического центра в том, что любой случай обследования может получить консультацию не у одного, а сразу у нескольких специалистов дистанционно. Снимки уходят у нас в облака, так сказать. То есть любой врач Московской области, федеральный врач, может по нашему коду выйти на эти снимки и проконсультировать. Но мы пошли дальше. Наши эмигранты есть в Америке, которые тоже по нашему коду входят в эту систему и консультируют снимки. Дети 5-го медицинского округа, а это не только Ленинский район, но и ряд соседних муниципалитетов, могут пройти обследование бесплатно. Птиатры и неврологи уже начали давать детям, нуждающимся в подобных исследованиях, направление в центр. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин